Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. И будем делать это маленько по-особенному. Один мой подписчик с ником Murmilon скинул весьма интересную тактику скрытия. Ему уже подряд три недели падают 955-е шмотки. Я удивился этому, спросил его, что ты вообще за колдунство используешь. Он написал «Hide» и в нем рассказал, что когда будешь открывать сундук, поставь лут на фроста, ну типа на другой спек, а потом поставь на тот спек, который тебе нужен. В моем случае на танка. Перезайди в игру и лишь после этого открой сундук. Начнем с венков, потихоньку, да. Так, как там с калом? Подожди. Будешь открывать сундук, поставь лут на другой спек, потом на тот, который нужен, и перезайди в игру. Сейчас смотрит этот видос и сидит и угорает над ними этими манипуляциями. Да если сейчас, если сейчас не падает 955-я вещь, он, короче, перманентно банится на ютубе и на твиче, и везде, где только можно. Окей, вскрываем, лутаем 900, сколько? 35-ю вещь. Что делает? Инстинкты доживания режут получаемый дамаг. Окей, я потом это делал лучше с помощью тигеля, пока что не к спеху. И чертоги. Кровавый, вулканический, укрепленный модификаторы текущей недели, которые благоприятны к закрытию высоких ключей. Чем, собственно, мы и будем заниматься ближайшую неделю, помимо рейдов. Как вариант, до РТ, после РТ. То есть если есть люди, желающие подолбиться в миф-плюсах, то в личку мне напишите или на стрим зайдите. Повестите меня о том, что вы сильный игрок, желающий позакрывать что-то в этой жизни. Окей, попробуем еще раз. Я как бы буду сейчас пробовать эту теорию. Мало ли, может, все-таки прокнет рано или поздно. Хотя это воля случая всего лишь. Хотя я сейчас сделал неправильное действие на паладине. Мне как-то пофиг. Это твинг. Так. Ставим лут на протана. Да? Да. Поехали. Шо это? А, это у нас релик... Свет. Который на 10 эквипов сейчас мой артефакт просто подымет. Понимаете, насколько это жестко. Ну, потом, правда, надо будет с Тигелем поиграться и плюс 5 эквипов хотя бы сделать от Тигеля. Вот. Ну, это очень серьезное улучшение. То есть у меня все релики теперь 35, 30, 30. У меня на ДК релики 30, 30, 30. Что самое веселое? Ладно. Идем дальше. Зайдем на вару. Я уже не буду эту теорию делать. Все. Короче, мурмелон. Ты знаешь, что я с тобой сделаю. Что это мы лакаем? Это тринкет. М-м-м. То есть мы стелим под себя лужу. И сколько мы надамагали этой лужей, в трехкратном размере мы отхилимся. Сильная ОЕ-тринкет для выживания. Не более. Окей, я сохраню его. Почему бы и нет. Ну и теперь. Рыцарь смерти. На ДК мне сегодня днем упала легендарочка. Легендарные плечи с бонусного сундука. Ассуны. 11-я легендарка на моего персонажа. Есть фростовские наручи уже. Вот они. Не хватает лишь агромара и ног, которые бафают костяной щит. Окей. Что у нас в гильде уже ребята закрывали? Ну а там уже 20-ки закрыли. Молодцы. Так, ну что. Тринкет для вас. Ну и все. Так. Хорошо. Понимаете, я сегодня убил ворлд босса И мне с обычного лута упала голова с сокетом Я вскрываю сундук Мне опять падает голова с сокетом Я сейчас пойду проходить миг плюсы Мне опять будет голова с сокетом падать Серьезно? Я оставлю в виде нонсета в дальнейшем, но все же Посмотрим на самом деле Она как бы лучше, она с сокетом С таким лутом Ладно уж Пора заканчивать Всех вам благ Счастья, здоровья, легендарок побольше Лута хорошего, самое главное Мурмелон, как говорится Поприветствуйся с забаненным аккаунтом До скорого